Так, болельщики встречают каждого из восьми участников. Они прошли отбор из 20 школьников, студентов, воспитанников военно-патриотических клубов. Я всегда за зубым трепетом смотрю на этих ребят, которым завтра предстоит защищать просторы нашей необъятной Родины. Но я уверена, что наша жизнь и, так скажем, незыблемость наших границ в надежных руках. Потому что мы, молодежь города воинской славы, делаем все для того, чтобы эти ребята достойно и с честью представляли наше муниципальное образование. На первом этапе молодые люди соревновались в военно-прикладных дисциплинах. Бег, метание гранаты, сборка-разборка автомата и снаряжение магазина патронами. Финалистам предстояло показать себя с творческой стороны, ответить на вопросы викторины, а также придумать выход из игровой ситуации. Смекалка в армии важна всегда для солдата. И военная хитрость. И вот сегодня они ее будут проявлять именно в творческой части конкурса призывник года. В этом году конкурс посвящен событиям войны в Афганистане, где действовал, как говорится в официальных документах, ограниченный контингент войск СССР. Жюри четверо. Среди них десантник Анатолий Мешкунов. В таком мероприятии участвует впервые. Говорит, что будет действовать по обстановке и от сердца. Вспоминал, как во время афганской войны настоял, чтобы в составе его подразделения оказался смекалистый повар. На любой войне боестолкновения – это дни или даже часы. Все остальное время – будни, когда нужно обустраивать быт. Всякое бывает в жизни, но самое главное – не замерзнуть и не умереть с голода. И этот парень действительно нас удивлял. Когда он делал котлеты из тушенки, когда готовил какие-то такие вкуснятины из сгущенки и так далее. Это было воспоминание очень достаточно хорошее. Председатель городского совета ветеранов Анатолий Гапонов отметил, что эмоции в зале – один из признаков того, что в стране растет авторитет армии. Сегодня, благодаря усилиям президента Владимира Владимировича Путина, авторитет нашей армии поднимается все выше и выше. И это отрадно, потому что во все времена так повелось. У всех народов всегда с особой любовью относились к защитникам Отечества. Если взять нашу Родину, то русское воинство, советское воинство и воинство Российской Федерации заслуживают величайшего уважения во все времена. Конкурс сугубо гражданский. На ход будущей службы в армии никак не влияет. Вместе с тем, среди участников подобных мероприятий есть немало тех, кто намерен связать свою жизнь с воинской профессией. Субтитры создавал DimaTorzok